а вас 3 а вас 3 до но сегодня много украблогеров в рулетке кстати говоря понятно ну ясно вы так и заходили на мой канал нет я вам давал я тоже на вас подписался бороздет но мы с вами о чем можем побеседовать это вам это наверное будет интересно ну раз в белоруссии то начать будем беседовать что тоже было до 91 года по поводу гимнов вы же но вы надо знаете что вот белоруссии гимн он менялся как вы приняли белорусский и как в россии или не или один тоже гимн или при шушкевич и при шушкевич и было один потому что в россии в россии было на на музыку глинки при ельцина уже в нулевых поменялся на современный да 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 а вот допустим вот гимн брежневский ну понятно что он был и вот до принять до 92 года пока не приняли музыку глинки но и у вас соответственно был до 92 года может у вас до 93 он с какого года был помните нет брежневский нет нет вот я это это моя тема одна из тем я как раз это изучал досконально вы его если вам интересно я буду дальше расскажу он был он был с 77 года когда приняли брежневскую конституцию тогда же приняли гимны вот эти слова брежневские и причем сталинские слова я считаю что брежневский гимн очень неудачный сталинские слова до того времени намного так сказать лучше допустим в сталинском гимне если вы знаете сталинский гимн были слова в припеве знамя советское знамя народная нас от победе к победе ведет весьма приличные слова а брежнева обрежья заменили на дурацкое идеологическое партия ленина сила народная нас торжество коммунизма ведет вот вот у у сталинского гимна намного лучше слова были а это вот я считаю что один был один из гвоздей в группу ссср когда конституционно закрепили в главенствующую роль партии партия перестала развиваться что привело к пятилетких пышных похорон то есть не было ротации пока это это было де-факто но не было до юра 77 года стала к сожалению до юра вот это вот главенство партии а вот сталинский гимн до какого года был из какого по какой 47 по 47 по 56 год ну музыка не менялась а сейчас 6 до 70 его был гимн без слов да да только музыка но вот но вот самое самое глупое что было я шангари что сталинский гим если вы прочитаете он довольно приличный для того времени и и сталинский гимн исключили лишь лишь из-за одного лишь из-за того что там он появится сталин хотя достаточно было выкинуть этот куплет со сталином там нас выросли в сталин на верность народу на путина подвиги нас вдохновил вот этот куплет нужно было выкинуть со сталином когда когда развечивали культ а остальные слова довольно приличные без сталина и сам говорю знамя советская знамя народная нас торжествует коммунизм и лук пардон знамя советская знамя народная нас от победе победе ведет то есть довольно прилично было нет вместо этого выкидывает все слова из-за одного упоминания при стали это была величайшая глупость двадцатого съезда что надо было выкинуть только куплет со сталином но хорошо идем дальше до сорок седьмого какой гимн было ссср но это вы наверно знаете интернационал да а вот уже ну понятно что значит интернационал существует меня ссср существует 22 года и он унаследовал гимн интернационал от росссср которая была в принципе то же самое что и ссср наконец 21 года но назывался рсср но интернационал принят большевиками не сразу а только весной 18 года они приняли за государственный гимн а вот до 18 года самое интересное какой был гимн был 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 тот же самый гимн что было временного правительства и большевики его унаследовали хотя это был враг но и ноги временного правительства не унаследовали но вам известна эта песня отречемся от старого от старого мира вот гинги гинн российской республики которые приняли в марте 17 года отречемся от старого мира помните да многие многие знают это стихи но в холле не упоминает что это был гимн российской республики 17 года а также гимн большевистской россии с так стать с октября 17 по весну 18 года вот что самое интересное ну а раньше вы вы очевидно знаете значит божий царь охрани был по 17 с по моему 30 с 1837 но я могу ошибаться здесь но дальше уже не очень интересно ну вот я вам такую информацию дал а как а каковы его это а как а каковы на ваш на ваш взгляд причины но если вы смотрели мои ролики можно найти мою позицию а может они смотрели причины распада ссср какие хронологически самое первое самое первое самое первое на мой взгляд что как вы всегда вот эта вот партия что я скажу как я как я вижу это когда моему отцу передовику производства имеющему орден трудовой славы третий степени говорил получал москвы ездил вручал скитарь георгаз был такой да надо батя говорят тот петрович ну ты же передает производство ты же жил в оккупации вашу деревню жгли ваших это такое почему ты не хочешь быть сцена партии батя так помню так уже у меня так сколько лет на шестнадцать головы 17 батя я так и сказал такую фразу я не хотел бы быть членом партии я хотел бы быть коммунистом но он весьма философский ответил да красиво 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 и знаете что еще я был в одной из командировок я не помню где там какой-то был композитор старенький такой дядька говорит вот это помните фильм два бойца когда этот марк борнес да 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 с андреевым хорошее такое старое кино там так вот марк борнес играет там вот темная ночь и вот рассказывает анекдот такой за тут анекдот говорит могли бы дать что в те времена если кто-то услышал стуканул бы все вот как она была даже может быть ходу 20 марк борнес играть на гитаре приносит а пакет такая фраза я ухожу в разведку и себя не вернусь из разведки прошу считать на коммунистов опережки показали то есть и вернешься ну понятно да но это нет ну понятно нет но это все интересно но тем не менее значит вопрос на вопрос вы отклонились оттуда вопроса и хронологически первая я вам сказал хронологически не первое это то что в семи седьмом году конституционно закрепили роль партии и пасть после этого она перестала развиваться начало стареть хереть и что в итоге привело к пятилетки поворот но это тоже это 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 тоже далеко не первый гость а первый гость прямо основатели в биле ленин и троцкий когда создали государство ссср системным пороком госустройства именно с республиканским делением с правом выхода то есть право выхода это заранее амортное государство которое так сказать даже удивительно что она просуществовала 69 лет с таким конституционным правом другое дело что это цементировалась вот тоталитарной системой до сдерживалась как посыпалась система так и посыпалась страна а страна посыпалась именно из-за наличия вот этих пороков госустройства наличие конституционного права выхода вот а еще один вот и если вам это интересно смотрите мои стареньки смотреть нет я говорю просто рекомендую смотрите мои исторические ролики было в 50 в общем после смерти сталина кто был лидером ссср после смерти сталина помните калинин никогда был калинин он было предпрезидиума но я говорю де-факто лидером страны кто был после сталина до хрущев не сразу месяцев через 13 пользовался стал лидером а после сталина и сталин завещал кресло лидера маленкову георгию максимильяновича потом поскольку сталин ему до поручил вместо себя читать отчетный доклад на 9 на девятнадцатом съезде 52 году его читал маленков его читал маленков это знак того что маленков становился лидером страны и он на самом деле стал таковым но к сожалению он был довольно инертен а хрущев к сожалению был довольно инициативен в отношении захвата власти и произошел тихий такой портократический переворот вот выше на нашем с вами веку мы привыкли кто был аналогом современного губернатора первых секретарь обкома партии правильно но так было не всегда так было только с 55-го года когда хрущев поставил партию выше государства а до это тем самым он перехватил в власть у маленкова маленков был предсовмином и после и сталин был предсовмином и после сталина маленков считался лидером государства де-факто с ней к нему обращались лидеры других стран господину маленкову а хрущев как-то поставил партию выше и сумел вот к 55-му году к началу концу 54 поставить партию выше государства и это же отразилось на областных и городских организациях если раньше все-таки был пред грузполкома в городе главном аналог мэра аналог губернатора был пред область полкома потом стал первый секретарь это именно с 55-го года стало когда хрущев осуществил тихий протократический переворот то есть не снимая маленкова или не имея возможности снять маленкова с должности премьер-министра по-современному он его обошел своей энергией обошел его по статусу де-факто и по влиянию хотя насколько маленков был негативен при сталине настолько он был позитивен на посту первого лица то есть народ к нему относился он для народа делал в общем-то паспорта он вел это при маленкове начали раздачу паспортов для сельского населения именно при маленкове это пословица такая на нас слышали пришел маленков поедим блинков вот этого знака так признание народом вот единственная ошибка что он поддался на уговоры хрущева и берию они свалили у берии были довольно прогрессивные взгляды он предлагал двухпартийную систему чтобы была коммунистическая партия социалистическая и вот если бы был такое соревнование двухпартийное но по западному образцу но пускай идеологически одно и то же то хотя бы вот это не привело к этому краху когда партия совсем начала заки вот это коммунистическая так сказать захиливать и в итоге чему это привело вот я прекрасно понимаю что пол партия превратилась как так сказать не партию а в работу превратилась мы стали руководителем я тоже не понимал я вам скажу тоже случай из своей школьной жизни когда мы допустим я был один раз меня класс я был тихим троечником и вот знаете меня почему-то избрали председателем совет отряда пионерского я имел честь задать не аккуратный вопрос потому что я не знаю может это мне от отца так досталось может наши все родни мы вот такие все наши общие такие прямолинейные открытые добрые иногда задаем неправильные вопросы я своей классной спросил когда были выборы если вы помните когда были выборы советом это все там депутатов был один кастер-кандидат один ему мой батя тоже был председателем горсовета и когда мы выбирали председателя очередной класс очередной новый председатель должен был был совет дружины там выбрать все я говорю задал то ли классный то ли заучил вопрос мне уже более 12 13 я спрошу вот смотрите как интересно получается говорю у нас в школе мы выбираем лучшего человека там из трех и четырех там кандидатов там на члены совет отряда дружины пионерской там комсомольской организации мы выбираем там из двух там из трех а почему мы на этих выборах только выбираем из одного это же не выборы назначение что тут началось а папу школу ну это благодаря тому что мой отец мой отец был предалеком производстве я повторюсь еще раз он из сожженной деревне как бы так получилось вот эта деревня орешки которая жил мой отец бы она была сожжена и отец мы служили еще в войсках от кВД кстати в то время когда умирал старин вот и как бы так замяли этот вопрос пионеров меня не исключили понятно да интересно ну хорошо если вопросов больше нет приятно было побеседовать я думаю что взаимно диалог выкладываем он интересный вы выкладываете себя я у тебя хорошо у меня можно у меня можете списывать обрезать мои вставочки до и после нет нет я даято заинтересован чтобы он и у вас был вы себе закачайте тоже хорошо спасибо за беседу всех благ сделай вид что я этого не слышал их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает они же передали 1922 році воронежской области а в 22 году и левская область где было в австрове григорий опаньки так это не было еще ну еще ну еще Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо и черный жопа мне не нравится черный жопа ты чё наверно зря жалел деникин хама их надо было бросать и плетьми а вот теперь и воинство не храма а кратия помойки диктует морду на мораль мне наплевать а сердцу горько сучья семя повыедем за родную россию как гуси их рассеют тяжела будет и и и ракофорский был был сделан украинским и украинским и чиновник пытаясь да да украины кто кто это все кто кто и критику И по конституции еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я заверяю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская власть. Продолжение следует...